На очередном совещании сегодня были рассмотрены несколько объектов, в том числе жилой комплекс 1-2-3 на улице Пластунская. Один из корпусов уже готов, но застройщик отклонился от первоначального проекта, отметили на совещании. Так были выполнены, не предусмотрены разрешения на строительство, а строительство трех объектов коммерческой направленности. Кроме того, были не в проектном положении размещены сети обеспечения объектов инженерными ресурсами и не выполнены в первом литере парковки как таковые. Застройщику было рекомендовано провести корректировку проекта и получить новое уже с изменениями разрешение на строительство. Но вопрос по-прежнему не решен, отметили в мэрии. Ранее также был предложен варианты по строительству парковки, купить прилегающий участок 50 соток. Подходящая территория найдена. Между тем, квартиры в популярном объекте продолжают продавать. Из 1760 реализовано уже более 900. Анатолий Пахомов ставит новые сроки. До 1 марта застройщик комплекса должен успеть получить откорректированное разрешение на строительные работы. Ведь сдачи объекта ждут сотни людей. Глава города четко, ясно разбирался с ситуацией. И самое главное, что мы сейчас услышали конкретные сроки и конкретные действия, которые должны быть выполнены в эти сроки, для того, чтобы этот комплекс ввелся в эксплуатацию. Сегодня на совещании был рассмотрен целый ряд проблемных объектов. Среди них дома фирмы «Вант», ЖК «Абсолютно Островского», «Фристайл» на Трунова и ряд других. Было отмечено, что мэрия готова заключать мировые соглашения с покупателями в многоквартирных самостроях. Но речь идет о передаче собственности именно жильцам, а не нарушителю-застройщику. Поэтому первым шагом от обманутых покупателей должна стать организация жилищно-строительного кооператива или ТСЖ. Застройщик признан виновным, а вы, по идее, признаны потерпевшими. Раз вы признаны потерпевшими, вы создаете организацию, как потерпевший обращаетесь в суд за тем, чтобы то, во что были вложены деньги ваши, но в эти самострои, чтобы оно стало вашей собственностью. Вот весь механизм. Только благодаря общим усилиям вопрос будет решен, и сочинцы заселят заветные квадратные метры. Кстати, за последние полтора года из краевого реестра недостроев было исключено 10 домов. В списке остается еще 18 городских объектов. Дорожная карта по всем домам уже подготовлена. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.